Не будем, возможно, оставаться в зале заседания городского света. Желаем вам хорошей работы. Низкая явка избирателей говорит о том, что люди от частых выборов устали. Это неудивительно. В последнее время они проходят едва ли не каждый год. Но некоторые компании приносят сюрпризы. В этом году выборы в городской совет прошли 8 сентября. И новый его состав вполне подтвердил наличие у горожан свободы выбора. Случилось почти новогоднее чудо. Предвыборные страсти давно улеглись, но эксперты по-прежнему, по-разному оценивают пользу для города от новой политической палитры. Городской совет, ну, формально он, конечно, состоит из разных политических партий. Но на самом деле мы видим один классовый состав. Это мелкие и крупные предприниматели, которые пришли в городской совет по большому счету решать собственные экономические интересы. Та очень сложная политическая конфигурация, которая в итоге в муниципальном парламенте и получилась, на мой взгляд, будет очень серьезно определять политическую погоду в Красноярске в ближайшие 5 лет точно. Я думаю, она скажется в том числе и на следующих выборах, на выборах губернатора, на выборах законодательного собрания края. Трагедия на проспекте Свободном не только привела к быстрым кадровым решениям. Эдхам Акбулатов был, пожалуй, первым городоначальником, освободившим чиновников от должности столь стремительно, но и заставила говорить о кадровых проблемах в принципе. В отличие, скажем, от советского периода, нет такой, будем говорить, естественным образом формирующейся кадровой лесенки, когда человек видел какую-то перспективу в дальнейшем движении по административной лестнице. Кадровая политика вообще была одной из самых заметных сфер деятельности мэра. До конца 2013 года свои кресла покинули главы железнодорожного и октябрьского районов и заместитель главы города Виталий Бобров, чьи позиции в администрации, как считалось, были непоколебимы. Будут ли эффективны новые назначенцы и все ли в действительности решают только кадры, этот вопрос пока открыт. В развитии города, что по большому счету очень много реального негатива. Не хватает ресурсов для того, чтобы его решить, но и в этом случае нужно находить всегда человека, который бы за это отвечал. Падение стен на свободном и в больнице на Вимбаума имело и политические последствия. Многие аналитики считают, что успех оппозиции на выборах в горсовет во многом связан был именно с проблемами, обострение которых пришлось на избирательную кампанию. В заслуги властям горожане ставят победу в конкурсе за право стать столицей зимней универсиады 2019 года. Но пока это всего лишь авансы. Люди ждут, когда на регион прольется обещанный инвестиционный дождь. А под конец года случилось еще одно ЧП, тоже очень быстро обретшее политическую окраску. Во Франции в собственном доме был ограблен губернатор и его жена. При попытке оказать сопротивление Лев Кузнецов был легко ранен. Чисто криминальное происшествие привело, тем не менее, к возобновлению в Госдуме разговоров о запрете чиновникам владеть имуществом за рубежом. Губернатор невольно оказался катализатором этих процессов. Однако большинство экспертов, сдержанные в оценках, ничего присудительного в инциденте не находят и выступают скорее в поддержку губернатора. Кузнецов показал себя таким устойчивым, предсказуемым, куча детей, какой-то традиционной семейной устои, более положительным, нежели каким-то другим. Поэтому я думаю, что здесь через какое-то время забудется все. В целом прошедший политический год в Красноярске вышел очень динамичным. Рушились стены, но на этом фоне неожиданно взлетали на политический олимп малоизвестные персонажи. Несмотря на немалый дефицит бюджета, мы приняли социальный бюджет, завоевали право провести универсиаду, вовсю разрабатываем новый генплан краевой столицы и, конечно, пытаемся заглянуть за занавес нового года, который наверняка принесет не меньше новостей и, возможно, революционных кадровых решений на самых верхних этажах краевой власти. Сергей Сеславин, Евгений Шестаков, Илья Заречный. Красноярское время.